Всем приветите! Меня зовут Аня, и вы на канале Юйсанна Крусти. И сегодня у нас будет тег с видом на океан. И тег называется ассоциативный от магазина Сечинка. И первый вопрос, какой сюжет, дизайн, процесс ассоциируется у вас с детства? Мне пришлось подумать, честно говоря, это единственный термин, которым пришлось действительно подумать, обдумать его. И мне первое, что пришло в голову, и набор, который действительно у меня ассоциируется с детством, это снежные ангелы от Sunset, Star Dimensions, который я вышивала. Там двое ребятишек идут в сторону дома, и видно, что они валялись в снегу. И, в общем, это полная ассоциация с детством, потому что я тоже так часто делала. Честно говоря, сейчас бы добралась до снега, я бы сделала то же самое. Потому что, ну, это такой возврат назад в прошлое, да? Ощутить вот эти вот эмоции, это просто невероятное что-то. Второй вопрос. Какой сюжет, дизайн-набор, процесс ассоциируется у вас с вашей семьей, навевает воспоминания? Ну, на самом деле, чтобы вот навевает воспоминания, такого, наверное, нет. Но, который ассоциируется с семьей, это сэмплер дерева тоже, который я вышивала. Он у меня целиком и полностью ассоциируется с семьей. И замечательные слова, которые написаны в этом сэмплере. Птица никогда не боится, что ветвь под ней сломается, потому что доверяет своим крыльям. И мне кажется, это прям вот посыл для всех родителей. И в том числе я это ассоциирую и со своими родителями, потому что это те люди, которые, от которых я чувствую поддержку, защиту всегда. В любой ситуации я знаю, что меня поддерживают, помогут всем, чем могут. Вот это именно то, что, мне кажется, очень важно и ценно в семье. Что, несмотря ни на что, быть нужно для своих детей надежной защитой, опорой, поддержкой. И я, конечно, тоже постараюсь всегда быть для своих детей такой же поддержкой. И даже если ветвь сломается, чтобы дети всегда помнили, что у них есть крылья, которые не дадут им упасть, разбиться. У меня даже слезы наворачиваются. Такая вот эмоциональная. Но это действительно так. И я это чувствую от своих родителей. И постараюсь дать то же самое своими детям. Третий вопрос. В каком сюжете, в дизайне, наборе, процессе вы бы хотели оказаться на денёк-другой? В каком хотели бы остаться и жить? Ну, наверное, опять же, оказаться я хотела вот в этих снежных ангелах. Потом ещё, я не знаю, есть такой российский производитель, я даже не знаю, кто это, где девочка языком ловит снежинки. Вот это я тоже бы хотела оказаться. Жить? Ну, вряд ли я бы хотела там жить, потому что всё-таки это воспоминания детские больше. И, как мы знаем, возвращаясь туда, где было детство, часто мы уже не ощущаем тех эмоций, нету, ну, нету тех детских ощущений, когда вот ты приходишь в свой родной двор, где всё знакомо, где ты прожил всю твою жизнь, и когда взрослеешь и возвращаешься туда, как-то всё по-другому становится, совсем абсолютно по-другому. И я бы хотела там, извиняюсь, я бы хотела там оказаться на какой-то определённый период времени, но, наверное, не навсегда, потому что, ну, пусть детство уже прошло, его уже точно не вернут. А жить я бы хотела, я тоже не знаю, кто это за сюжет, кто топ-производитель, но есть такой дизайн, там, дом в зимнюю ночь. Он как-то называется, или шоколадная ночь, или, ну, вот как-то так он называется. В общем, я с огромным удовольствием жила бы вот в таком бы, наверное, месте, в одиночестве, ну, не в одиночестве, в окружении своих близких, ну, вот в такой вот тишине, вдали от всего вот этого светлого мира. И есть ещё у Dimensions такой сюжет, по-моему, это мини-голдик, там домик на озере. Вот если представлять, то это зимнее моё представление дома, а вот это вот летнее представление дома, потому что, ну, вот я хочу именно на озере. Мне вот океан, да, он нравится, но не настолько, чтобы жить на океане. Я бы хотела жить где-то в лесу, в охотничьем домике на берегу озера. Вот это вот, ближе ко мне есть океан, много людей, нет. Мне хочется уединённости, всегда плюсом. Ну, нет, не всегда, я людей люблю, я люблю общение, для меня город Санкт-Петербург – это очень маленький город, и я его считаю древним, потому что я всю жизнь прожила в Москве. Но в Москве за счёт того, что город огромен, огромное количество людей, но там каждый сам по себе, и ты всё равно чувствуешь себя уединён в большом количестве людей. Вот, и я, ну, вот моя мечта вот такая вот была бы, чтобы жить, это вот в таком зимнем домике с печкой, где пищат дрова, где есть кошечка, собачка, и всё так тепло и уютно, и все близкие рядом. Также вот летние – это вот на озере рыбалочка, тоже тишина спокойствия, чтобы не было вот близко никаких соседей, как сказать. Вот такой вот я псих-одиночка. Четвёртый вопрос. Какой сюжет обладает явным и ощутимым ароматом? Что за аромат? Ну, наверное, того, что я недавно вышила в миробилию, аромат старых, старинных соседей. Ну, это просто из-за названия, наверное, у меня такие ассоциации. А так, чтобы какая-то работа и от неё чем-то вот ароматом каких-то повеяло, наверное, у меня такого не было. Пятый – есть ли дизайн, который вы вышиваете только в определённое время суток, года и по собственным убеждениям. Почему? Нет у меня таких дизайнов, за исключением того, но это как-то само по себе происходит. Я из года в год замечаю, что в летний период, когда у нас очень-очень жарко, я вышиваю зимние какие-то сезоны. То есть не на Новый год, под Новый год, а именно летом, когда очень жарко. Ну, я это просто ассоциирую с тем, что мне хочется прохлады даже от вышивки, поэтому, наверное, я их и вышиваю. Шестой вопрос. Многие называют свои запасы, ноты и хомячка. А какие у вас ассоциации, связанные с тейком? Запасы хомячка, но в последнее время уже все называют это коллекцией. Мне кажется, как Женя Ростовца стала собирать коллекцию, так у всех появились коллекции. И я тоже, кстати, сейчас называю это больше коллекцией, потому что, ну, как-то слово более приятное. Но на самом деле, чисто мое внутреннее ощущение, это моя слабость. Вот все, что у меня хранится, это моя слабость. Я понимаю, насколько я могу быть слаба в какие-то определенные минуты, что я могу вот столько накупить, и это чисто моя слабость, которая, ну, я не знаю, она приносит мне радость. Вот есть же у кого-то какие-то прихоти свои. Вот это моя прихоти, слабость, которую... Честно, вот в душе мое такое состояние в этой коллекции, это моя отдушенная слабость. Ну, конечно, на видео я это называю, как бы, за хомячкой коллекции, потому что, ну, как-то пока объяснишь, что за слабость. Но вот ощущения такие, что, да, моя слабость. Моя коллекция, хомячая норка, это моя слабость. Седьмой вопрос. Какой сюжет является для вас отражением вашего эстетического начала? О каком дизайне можно сказать, что он приближен к точке идеала и совершенства для вас? Ну, мне кажется, вот на данный момент я считаю, что идеальные, эстетичные, это мандалы. Я до них не добралась, я их боюсь. И, мне кажется, это вот прям совершенство, действительно. На данный период времени, вот уже полгода, я, наверное, это считаю так. Что они совершенные, они идеальные. Ну, там, конечно, если не брать в расчет там схемы, еще что-то, в случае ошибок, но итог он настолько продуман, настолько все там вот... Ну, они идеальные совершенно, да. Для меня это мандалы от мартвины. А, у нас тут самолет разлетает, когда-то люди поедели. Восьмой. Если бы можно было получить идеальную схему на заказ абсолютно любого сюжета, то какой бы это был сюжет? Боже мой, у меня даже не... Мысли, наверное, ни разу такой не возникало. Но недостаточно того, что есть. И на то, что есть, жизни не хватит, чтобы вышить. И, возможно, со временем что-то поменяется. Но пока, честно говоря, я... Я не знаю. Есть куча наборов, которые я хочу вышить. Куча схем. Пусть я дизайнерский, пусть я разработал. Поэтому нет. Такой мысли у меня не возникало. Девятое. Если бы вы вдруг стали вышивать, то какой сюжет, какая техника, какой мотив. Если бы вам предложили вышивать ваш портрет и немного пофантазировать, то какой бы вы захотели себя преподнести. Ой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, я думаю, что я какая-нибудь... Ну, не какая-нибудь русалка Атлантиды, наверное. Атмирабили. Все-таки из всех работ я себя с ней, наверное, больше ассоциирую. Такая какая-то морская, отдаленная. Ну, опять же, псих-одиночка. Я с каждым годом, наверное, ощущаю, что я все больше и больше становлюсь одиночкой. Наверное, так. Хотя мне только 30 лет. Мама дорогая, что будет дальше? Я, наверное, потом, когда буду уже такой бабушкой, это будет из серии. Знаете, вот в деревне, всегда, в каждой деревне, есть такая вот бабулечка, которая ходит сама по себе, и все думают, что одна ведьма. Вот это вот точно я. Все, наверное, будут так в старости думать, что это какая-то ведьма. Сука-одиночка живет. Ну, и вообще, часто-часто я и сама себе говорю, и вообще муку меня ведьмой называют. Петля моя любимая, ведьма я, их ведьма я. Такая вот нелегкая судьба моя. Ну, не знаю, видите, ассоциирую себя еще с лень вами, с такими-то бабулечками. Кстати, вот тоже есть ручки где-то там уже, не знаю, еще есть дизайн про бабку ежку. Вот, может быть, с ней тоже в старости будешь себя ассоциировать. То пока, наверное, с ручалкой она более такая и изящная. Десятый вопрос. Какой сюжет всегда так далеко и так близко? Какой сюжет вы точно высеете, но постоянно откладываете? Почему? О, это однозначно как каллиграф. Я не знаю почему. Он мне до сих пор нравится. И то, что его в миллион человек отшили, меня никак вообще абсолютно не беспокоит. Там уже, по-моему, четверть работы вышит. И вот лежит он. Сначала я год до него добиралась, полтора, наверное. Потом добралась, вышила четверть. И вот опять год он у него лежит. И что-то все не так. Вот он так близко и в то же время так далеко. Не знаю почему. Лежит все время рядышком, я его все время вижу, но как-то не так. Одиннадцатый вопрос. Такой сюжет привлек вас только одной маленькой деталью и все остальное. Лишь оправой цветы и желанной мелочи. О, наверное, нет такого. Я все-таки влюбляюсь целиком в сюжет, в дизайн. Мне нравится абсолютно целиком. А вот во время отшива я уже начинаю замечать какие-то детальки в работе, которые мне очень-очень нравятся. И они заставляют огромное удовольствие при отшиве. Я начинаю на них обращать внимание. А по сути нет. Есть, наверное, сюжет, который мне должен нравиться. Ну, по крайней мере, пока такого не было, что мне понравилась деталька. И я стала всю работу высылать от него из детальки. Двенадцатый. Вы влюблены в тот процесс вышивки почти на чувственном уровне. Я влюблена, наверное, в каждую свою работу. В момент отшива мне кажется, что это самая лучшая работа на свете. Хотя в некоторых работ я устаю тоже. Но все, что я вышиваю, оно, говорю, тебе любимо. И я немножко остываю, когда это все висит на стене. Я смотрю, и у меня действительно ощущение, что это не я вышивала. Какое-то... Ну да, картина. Я не знаю. Я вот в последнее время часто почему-то закрадываю такие мысли, потому что смотрю вот аромат старт роз. Боже, как я ее закончила, какая она красивая. Все, что она висит на стене. Ну, висит картина и висит. Уже таких чувств почему-то нет. А вот именно в момент отшива, да, у меня прям все горит. И я хочу, хочу вышивать. И люблю безумно все свои работы. Тринадцатый. Если вас разбудить ночью, какой процесс вы назовете сходу? Наверное, которые вышивают. Нет у меня сейчас ничего такого в голове, чтобы она сидела прям, хочу, не могу. Наверное, назову то, что вышивают. Четырнадцатый. Какой сюжет является очень личным для вас, хотя для других он неинтересный и избитый? И ты. Даже не знаю, если говоря, ответить на этот вопрос. Ой, наверное, на данный момент времени нет у меня такого очень личного для меня. 15-й вопрос. Чем у вас аффицирует самогательность? Печень. О, ну, так что. Конечно, с Леной. В первую очередь с Леной. С изысканностью. Да. Вдохновением, которое дарит нам. Ну, я считаю, что это дарит нам Лен. Я понимаю, что там классная, кстати, команда набралась. Просто супер. Я понимаю, что все ребята работают, но, ребята, сори. Я все равно буду ассоциировать с Леной, с ее утонченностью, с ее изысканностью, с вдохновением, которое вы нам все, конечно, дарите, с эстетикой во всем. Индивидуальный душевный подход к каждому покупателю. Я тоже совершила покупку. И так как покупка моя такая, она довольно... Ну, в общем, нелегко ее сразу дать. Так можно сказать. Пришлось отключиться, и я уже потеряла мысль, но... В общем, кстати, когда я совершала заказ, я еще такая умная, я написала, значит, в сообщениях группы ВКонтакте. Пишут, девочки, помогите, есть у вас такое, нету. И они там, значит, отвечают, а в конце с уважением Рома. Рома, я вообще причесала, что ты там на тот момент. Ну, в общем, теперь-то, конечно, я... Я теперь буду, если писать в сообщениях группы, я буду писать, привет, девочки, и Рома. Вот, ну, в общем, подход, они просто классные. И со мной связали, сказали, что мой... Это набор, что он будет, но чуть-чуть попозже. Все предупредили. В общем, в общем, все здорово. Ну, не знаю. Мне не пришлось им самим писать, узнавать, где мой заказ, что с моим заказом. Мы не сами написали, ответили, и, в общем, супер просто. Так что вот этот вот подход, он, мне кажется, очень ценен. Потому что магазинов огромное количество, но это все как-то роботизировано, да, на автомате, без каких-либо... Безэмоциональных, что-то так можно сказать. Поэтому мне нравится стихонькость. Единственное, что, ребята, я вот, знаете, что? Я вот тут себе записала на бумажке. Добавьте калькулятор конвык себе на сайт. Мне кажется, это будет очень-очень классно. Потому что вот у вас здорово, что каждому сюжету, набору там, да, написано, какие, ну, материалы надо, какого размера. То есть, в принципе, можно сразу пойти и купить ткань. Но нужно переходить на другой сайт, чтобы посмотреть, какой размер конвык. Я понимаю, что этих калькуляторов конвык очень много. Но как, если это не сильно затруднительно в плане, там, сайта, да, то мне кажется, здорово было бы добавить такую графу, как калькулятор конвык. Вот, ну, вы не сочтите это за какую-то наглость. Просто, ну, просто мне кажется, это было бы удобно такую функцию иметь. Вот, и на этом тек закончился. Тек очень для меня эмоциональный даже, можно так сказать. Классный тек. И процветание, развитие вам во всем. Творческого, вдохновляйте нас, развивайте магазин. Он у вас очень здорово. Мне нравится сама картинка, чисто эстетически очень нравится. Такие приглашенные тона с сайта, и они, ну, не знаю, мне нравится с сайта. Так что развитие вам, продвижение. И спасибо огромное за такой прекрасный текст. Всем пока-пока.